Я хочу сегодня рассказать вообще обо всех работах, которые существуют в эмигрантской жизни, потому что, опять-таки, люди очаровываются. Наверняка тебе пишут, а кем ты там работаешь, а чем ты зарабатываешь, а ты работаешь? Это самый главный вопрос, на который, мне кажется, за все время я не дал ответа. Ты приезжаешь, ты никто, у тебя нет ничего, у тебя есть возможность заработать деньги. Приехав сюда, ну, подобосрался, подиспугался, ну, как бы устроил меня на всеми самую известную работу для парней – это мувинг, естественно. Самый, наверное, большой мой чай был на мувинге – это 500 долларов за один день. Не ставь студиться никакой работы. Я понял одно, что для меня важно то, чем я зарабатываю, а не сколько я зарабатываю. Привет, у меня такая же сейчас проблема. Как бы я там не считал себя самостоятельным в России, да, здесь все совершенно по-другому. Типа это просто такой нереальный левел-ап. Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова. Вы на канале «Приехать в США» и сегодня я расскажу вам, чем же занимаются иммигранты, как они зарабатывают и где им приходится трудиться. Это самый главный и важный вопрос, который мне задают в директе и который волнует тех, кто собирается переезжать. Я хочу на канале показывать, естественно, и правду, а не только глянцевую картинку в Инстаграме, как часто делают блогеры и иммигранты, которые находятся в другой стране. Поэтому, прежде всего, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну а дальше погнали смотреть все. Мой герой Сергей Стаценко. Парень переехал в Калифорнию два года назад, мечтая зарабатывать граффити и оформлением. Первая работа в Лос-Анджелесе – грузчик, затем перегон грузов на траках по всей Америке. Мы вместе ответим на самый популярный вопрос. Где первые месяцы после переезда зарабатывают большинство иммигрантов? Информация не для слабонервных. Особенно, если вы хотите переехать, но даже не задумываетесь о том, где придется работать первое время. Прежде чем переехать, ты и Настя, твоя жена, вы как-то осознавали, чем вообще ребята здесь занимаются на первых порах? Где они достают деньги? Откуда у них вообще заработок? Потому что я, насколько знаю, многие решают разобраться на месте и сталкиваются с рядом проблем здесь. И некоторые не справляются с этими проблемами. Ну, на самом деле, да, мы очень много изучали этот вопрос и примерно понимали, что, в принципе, здесь возможно даже, когда ты приезжаешь, ты никто, у тебя нет ничего, у тебя есть возможность заработать деньги. И, в принципе, в зависимости от того, насколько ты готов, да, то есть ты можешь зарабатывать даже на первых порах достаточно неплохо. Но у тебя был план вообще заниматься граффити профессиональным и как-то развиваться в этом? С этим посылом ты сюда приехал? Ну, как бы да, то есть у меня была конкретная цель, чтобы развивать здесь свое искусство. И, ну, были какие-то определенные даже мысли, да, как конкретно здесь я бы мог этим заниматься, то есть как я мог бы здесь начать что-то. Но, честно, как бы, приехав сюда, ну, я не знаю, как это назвать, прям как, ну, подобосрался, подиспугался, да, то есть. А чего ты испугался? Что тебя не примут все общество граффитистов или что? Вообще, в принципе, слушай, я жил всю жизнь в одном городе. Я не переезжал, ну, даже когда еще там жили всей семьей, мы переезжали со старой квартиры в новую, но она была на одной улице, грубо говоря, там, 10 минут пешком друг от друга. И, то есть, это, ну, просто есть часто такие истории, когда люди из каких-то там деревушек, переезжают сначала, там, город покрупнее, 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 и я всегда восхищался такими людьми. А тут, получается, ты прожил, и при том, ну, сколько мне было, получится, 27 или 28, то есть, представь, да, столько лет я прожил в одном городе, и тут я решаю переехать, и переехать не куда-то, а в Лос-Анджелес. То есть, ну, ты понимаешь, да, ну, типа, это город, который знают все, огромнейший мегаполис, и, ну, у меня не было, в принципе, опыта, да, такого, то есть, и плюс это другая страна, другая культура, абсолютно, то есть, это, по сути, даже понятие города, да, то есть, ну, другое. То есть, мне до сих пор сложно объяснить то, что, там, например, Голливуд, это не район, как принято, да, то есть, это отдельный город, и что тут города могут делиться просто там одной улицей, то есть, здесь, типа, Голливуд, здесь западный Голливуд, например. И, да, я просто испугался, потому что у меня, ну, нет языка, например, потому что я никогда не учил английский, и я просто как-то, ну, реально, как будто попал на другую планету. Хотя я помню, мне некоторые, когда только-только приехал, и мне некоторые писали, ой, ты так что-то там ведешь себя, как будто вы улетели на другую планету. Но порой реально так казалось. Ну, когда ты приехал, но все равно там сбережение в какой-то момент заканчивается, так или иначе, нужно искать заработок, ты никого не знаешь особо. Какие были твои первые работы? И давай раскроем цифры, сколько здесь ребята зарабатывают, сколько можно заработать в день и кем работая при этом. Слушай, ну, у меня очень невеселая история в этом плане. Я где-то две недели я, наверное, потусили, грубо говоря, потому что, ну, надо найти жилье, надо там сделать какие-то карты, снять машину, да, то есть, ну, у каждого по своему. Кто-то там, у кого-то есть возможность купить ее там или еще что-то. То есть, где-то примерно, да, две недели мы просто, грубо говоря, там отдыхали в перемешку с какими-то там первыми нашими заботами. Первую работу я нашел через, получается, руммейта, то есть я заселился в комнату. И вот там был, то есть, чувачок жил. И он мне, ну, как бы устроил меня на всеми самую известную работу для парней. Это мувинг, естественно. Ну, это здесь самая известная работа для приезжих ребят. Но ребята, которые смотрят нас, они вообще не знают, что такое мувинг. Ну, да, ну, мувинг, по сути, ну, как это назвать, ну, ну, типа грузчики. По сути, это грузчики, то есть, помогают при переезде, то есть, полностью собираешь все апартаменты, ну, в зависимости, да, то есть, допустим, апартамент, дом вы полностью собираете, упаковываете, загружаете в грузовик, приезжаете и выгружаете это все в новые апартаменты. Почему это здесь распространено, немножко объясню. Потому что, когда я приехала, тоже слово мувинг для меня стало не чем-то новым, да, не само слово, понятно, но английское, известное. Но то, что ребята очень, в 100% случаях, хотя бы раз пробовали этим заниматься, потому что квартиры здесь сдаются без мебели, и если человек переезжает раз в год, например, то он весь свой стак собирает и переводит на новую квартиру. Потому что от этого очень развит мувинг. Многие ребята, поработав на мувинге, потом создают свою компанию и при этом тоже имеют клиентов, достаточно успешно этим занимаются здесь. То есть, это самый легкий способ заработать, там, пару сотен долларов в день. Сколько тебе платили? И я знаю, что часто эксплуатируют ребят, поскольку они только приехали, еще не знают, какой здесь минимальный заработок, что можно, сколько можно делать, сколько может платить клиент. Например, там, не знаю, менеджер может, я не знаю, как у вас происходило, но менеджер может, например, там, делить чаевые, в том числе, там, забирать какую-то часть себе. Как это все происходило и сколько можно было заработать? Я еще так немного добавить. Просто многие, наверное, до сих пор не понимают, что в Америке у многих людей, у большинства людей, у них нет своего жилья. То есть, тут не покупают квартиры или дома. Поэтому, да, тут люди постоянно, то есть, снимают жилье, и поэтому они так часто переезжают, да? То есть, ну, как минимум, в основном, каждый год. Вот. Так, насчет денег. Мне платили, по-моему, 15 долларов в час. То есть, это, в принципе, на тот момент, ни много, ни мало. То есть, это вот именно средняя, стандартная цена была. То есть, типа, многим платили меньше. Ну, компаний очень много, понятно. Блин, меньше это, на самом деле, уже наглость какая-то. Ну, да. Кому-то может кажется, что 15 долларов в час, это много. Ну, короче, тут такая тема, что мувинг, почему, то есть, такая, ну, это очень тяжелая работа, на самом деле. Но если ты, типа, знаешь, то есть, ну, я худой очень, да? Это видно, это понятно. Но если ты знаешь, как работать, то ты можешь без проблем работать. Ну, серьезно. Особенно, если попадаются хорошие ребята, они всегда тебе помогут. То есть, мне всегда повезло. То есть, я, как бы, слава богу, никаких травм, ничего такого не получал. Все было хорошо. Работал, ну, я не сочковал, как это говорится, да? То есть, типа, работал наравне со всеми. Но, типа, политика, как бы, компании, да, оунеров компании в том, что прибыль идет очень часто от чая, то есть, типа, кастомеры всегда дают чай. И, ну, зачастую чай бывает больше, чем сколько ты заработал по часовому. Поэтому, ну, вот, допустим, самый, наверное, большой мой чай был на муллинге. Это 500 долларов за один день. Это для тебя одного? Для меня одного. Нас было четыре человека. Мы работали, я не помню точно, то есть, примерно 9-10 часов. Работали достаточно расслабленно. Это было в районе Бейвелли-Хиллз. И, то есть, просто чувак выложил две штуки баксов, просто, чтобы дать нам чай. С ума сойти. И это мы только загружали. То есть, мы не разгружали, потому что он переезжал в другой штат. Да ладно. И вам, получается, заплатили 15 долларов в час, плюс эти чаевые. И вы забрали все это. Или, может, даже, по-моему, на тот момент я чуть больше, там, 16 или 17, не помню. Ну, короче, да, грубо говоря, то есть, я там получил, ну, примерно, там, допустим, 180, например, долларов за работу, например. И 500 долларов я получил чай. Ну, скажи, на что хватает денег, если работать постоянно на бумвинге? Ну, откровенно, того же хватит на аренду квартиры, на еду и на содержание машины. Ну, чуть-чуть останется. Ну, по сути, примерно так и есть. Но каким-то образом, я не знаю, мы умудрялись и путешествовать, и отдыхать. И какое-то первое время я даже, ну, не так часто работал. То есть, я бывал этот, что работал, может быть, 4 дня в неделю, 3-4 дня в неделю. И при том, что моя жена в тот момент вообще не работала. И, то есть, я один как-то тянул. И, в принципе, было, ну, неплохо. На тот момент было неплохо. Но мы тогда снимали всего лишь комнату. То есть, это, конечно, гораздо дешевле, чем ты снимаешь полностью, да, партнер для себя. Вот. Но работа очень тяжелая. И, ну, честно говоря, конечно, да, она не стоит того. Потому что, ну, ты убиваешь свое здоровье. Ты, слушай, каждый день 500 долларов получаешь чаевыми. Это такая история, выходящая за рамки, да, обычных дней. Ну, ребята часто зарабатывают, могут заработать максимум 200 долларов. Ну, тут тоже есть сезонность. Я пригласила тебя на свой канал, потому что ты написала большой пост в сторис о том, что ребят на самом деле, многие об этом не говорят, но жизнь в Штатах превращается в какой-то момент в крысиные бега. И здесь эти крысиные бега чувствуются намного сильнее, ну, по крайней мере, для меня, чем в России. Все равно более-менее там стабильно. У тебя хотя бы есть язык и куча знакомых, и документы, из-за которых ты можешь устроиться. Здесь ты, как правило, первое время ищешь нелегальный заработок. Ну, блин, это просто откровенно. Все думают, что сразу их ждет какая-то фирма. Нет, это первое время. Это нелегально. Нелегально – это значит, тебе предлагают то, что предлагают. Ты вынужден согласиться на их условия, даже не самые выгодные для тебя. И из-за этого часто ребята не справляются и уезжают, потому что ты зарабатываешь из-за того, что очень большие счета. Например, ты сам снимаешь квартиру. Элементарно свет, интернет, еда, машина. А без машины здесь физически невозможно. Не то, что это роскошь, которую ты себе позволяешь. Нет, физически ты не сможешь ездить на Uber, на автобусе. И из-за этого люди постоянно работают 12 часов, 7 дней в неделю. Соглашаются на все, на все, на все. И что я заметила, часто забивают на себя. Они настолько привыкают соглашаться на те условия, которые предлагают, что перестают выбирать себя. И как будто бы знают, ну как это правильно пытаются формулировать, как будто считают, что они не смогут выше. Они типа, а что еще я могу сделать? Я могу только без документов работать только здесь, соглашаться только на эти 15 долларов в час, а кто-то там на 14 долларов в час соглашается. И они как будто принижают себя. Часто я тоже такое замечаю. И я хочу просто этим видео рассказать ребятам, что здесь ты сталкиваешься в том числе с этим, не только классный бассейн, классный апартамент, солнце, пляж. Часто этого и не видишь. И многие работают, не выезжая на океан, потому что у них опять-таки они попали вот в эту струю, и все, нужно зарабатывать, зарабатывать, тут же все, деньги закончились, опять бежишь, 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 непонятно куда. Это намного серьезнее ощущается у меня, по крайней мере, чем ощущалось в России. Да, так и есть. Реально. Слушай, мне вообще на самом деле все это очень многому все научило, честно, потому что, ну как бы я там не считал себя самостоятельным в России, да, здесь все совершенно по-другому. Типа это просто такой нереальный level up. Ты реально просто учишься и учишься сам, потому что тут реально никого нет. Это очень, ну, лично для меня, у меня не было никогда мысли, что я хочу вернуться. Было очень сложно, но я это все принимал как вызов, потому что, ну, по сути, мне, у меня нет варианта, типа, вернуться, по сути. И очень многие не думают, и даже, ну, то есть не то, что те, кто, допустим, наблюдают, да, там за нами, кто переехал, а даже многие из нас, кто переехал, очень мало людей задумывается, что, ну, мы можем, это реально есть, ну, такая депрессия иммигранта. И с ней сталкиваются все абсолютно. Да, с ней сталкиваются все, и она у меня протекала достаточно легко. То есть, ну, у меня были, ну, естественно, да, ты загоняешься так или иначе, но сон ты загоняешься просто по своим проблемам. Потому что, да, ну, у меня почему-то вот так складывается, что примерно каждые полгода у меня какая-то происходит, ну, жопа, да. И каждый раз, то есть я просто через себя переступаю. У меня были такие моменты, что вот через первые полгода, как я был здесь, у меня была проблема с деньгами, потому что я отдал деньги, чтобы как-то запустить свой процесс по легализации. Ты знаешь, как это бывает, да? Объясню ребятам, запустить процесс по легализации, если, например, ты подаешь на политическое убежище, то есть, естественно, ты оплачиваешь услуги адвоката, платишь госпошлины и так далее, это выливается в большие суммы, там, может, 3-4, если я не ошибаюсь, да, тысячи долларов. Везде по-разному, да. Да, ну, в среднем примерно такая сумма, и учитывая то, что тебе постоянно нужно оплачивать счета, достаточно трудно накопить эти деньги, если ты работаешь вот именно там на мувинге, например, либо на доставке, в таких работах, то тяжело просто собрать эти деньги, и приходится там, не знаю, я сейчас грубо скажу, там по 20 долларов откладывать, а платить нужно вот, чтобы ты подал вовремя. Из-за этого можно впасть в депрессию, потому что страх остаться без документов, страх попасть в нелегальный статус. Больше всего, наверное, страх остаться без жилья, мне кажется, да, потому что... Жизнь в палатке в Лос-Анджелесе никто не отменял, конечно. Просто, да, все вот эти шутки про коробку на улице и так далее. Ну, я хочу сегодня рассказать вообще обо всех работах, которые существуют в эмигрантской жизни, потому что, опять-таки, люди очаровываются, наверняка тебе пишут, а кем ты там работаешь, а чем ты зарабатываешь, а ты работаешь? Это самый главный вопрос, на который, мне кажется, за все время я не дал ответа. Вот именно я, то есть, ну, мои друзья-знакомые, естественно, знают, да? То есть, потому что они интересуются, то есть, моей жизнью я им рассказываю, ну, дружеские отношения, правильно? А те, кто спрашивает, просто зачастую там в Инстаграме, в комментариях, там DM, еще что-то... Почему тебе стыдно? Мне не стыдно, слушай, вообще, ну, я считаю, не стыдиться никакой работы. Это вообще... Стыдиться — это лежать на диване и кричать, что мне нет денег и ничего не делать для того, чтобы они появились. Как бы, да, то есть, мне не стыдно за любую работу. Я просто, в принципе, не хотел говорить об этом, знаешь, потому что, чем больше, как бы, ты об этом говоришь, тем больше ты, как будто, ввязнешь в это. Я просто хотел, чтобы это быстрее закончилось. Знаешь, это, как бы, этап моей жизни, который я хочу, чтобы быстрее закончился. Но, к сожалению, то есть, я вот все время, то есть, я не менял, там, знаешь, я не выходил на доставку или в такси или еще куда-то. То есть, все время до получения, типа, документов я проработал на мой взгляд. Угу. То есть, ну... Тебя можно понять, потому что я сталкивалась с ребятами, которые здесь живут 3, 4, 5 лет. Да. И они работают именно на таких работах уже не потому, что они не знают, чем заниматься, а просто потому, что это зона комфорта, где ты пришел, заработал этот минимум и пошел отдыхать на океан. И они в какой-то момент останавливаются. В их инстаграме все очень классно выглядит. Они, я не знаю, на классной танечке, они на океане. Но какими усилиями за кадром это все добыто и... Это как у меня... Я где-то почти, не знаю, сколько месяцев, 8 ездил на Лексусе. Угу. На новом хорошем Лексусе. И все мне говорили, типа... Вот это тип. Ну, не, не, знаешь, типа... Ну, это более те, кто близкие ребята, то есть. Мы такие говорили, ну, типа, может... Ну, не будешь, типа, знаешь, там, блатовать из серии, кайфовать, там, возьмешь себе что-нибудь подешевле, ну, знаешь. А я им объясняю, говорю, ребята, типа, это Лексус, он моего знакомого. Я не переплачиваю за него. Просто чувак, он ездит по Америке, и я просто плачу за него. И я просто им говорю, если я сейчас буду снимать Приус, он мне выйдет не дешевле. И, ну, я просто... Да, здесь не показатель жизни, машина или апартаменты, в которых ты живешь. Да. Вот, совсем показатель, именно к чему ты стремишься, и сколько времени ты провел на этих работах, и ради чего ты это делаешь. Потому что я реально была удивлена тем, что ребятам хватает этого минимума, солнца, пальма. Ты уже в Лос-Анджелесе, все. И как будто ты в Лос-Анджелесе, и пофиг вообще, кто ты здесь. Это высший левел, который ты можешь достичь. И я в ужасе от этого была. Я сейчас уже не сталкивалась с такими ребятами. В этом ничего плохого нет. Они в своей зоне тоже комфортные. Если им хорошо, окей. Просто хочется предостеречь, что все-таки ставьте себе больше задачи, чем просто заработать здесь деньги и жить после океана. Потому что Лос-Анджелес – это город коннектов. И здесь с вами может произойти все, что угодно, если вы куда-то стремитесь. И просто говорите о том, что вы хотите, и рано или поздно вы найдете способ работать по специальности или, не знаю, построить бизнес, который вы хотите. Тем более, даже как турист, как студент, в моем случае, можешь открыть компанию. Ну да. Вот. И законно работать уже через нее. Хорошо, после мувинга, какие были у тебя еще работы? И какая сейчас у тебя есть работа? Вот. Что ты делаешь? Так. Ну, короче, я, наконец-то, получил документы в этом году. У меня это в виду social security, work authorization. Да. То есть, получается, я могу легально работать. И только после того, как я получил эти документы, я сделал права местные, наконец-то. То есть, получается, сколько? Я там почти полтора года ездил по российским правам. Ну, это незаконно, да? Там два месяца или три можно ездить. Это как бы незаконно. Но тут вас не остановят просто так. Ну да. Это нужно очень грубо нарушить, чтобы произошло. Вот. И я почему-то такой, прям, знаешь, у меня было в голове. Я вот не знал. И, понимаешь, все, я думал о работе. То есть, да? То есть, мне нужна работа лучше. То есть, я не думал о чем-то, вот там, что-то придумать, да? Или что-то такое. Я что-то вот и... Такой, окей, что я могу там легко и более-менее нормально зарабатывать? Типа, это вот все, что связано там с перевозкой. И у меня было как бы несколько вариантов, куда можно пойти. То есть, перевозки, это, ну, в основном, ну, траки, да? Траки, грузовик. То есть, грузовик, выгружаешь груз, куда-то едешь, выгружаешь. Я пошел на доставку автомобилей по всей Америке. То есть... Где ты это нашел? А, у меня знакомый горячий нашел каким-то образом. Просто он тоже, он так же как-то нашел в интернете кого-то и просто полетел так в Чикаго. Для этого нужны рабочие как раз документы? Тебя официально, получается, проводят? Ну, я работал официально, но вообще, я уверен, есть такие, кто работает неофициально, без документов, без соушла, без всего. Даже, я не знаю, я даже видел где-то объявление, что они помогут сделать права как-то. То есть, я не знаю. Я работал легально, то есть, эта компания, ну, то есть, там, подписывал документы, там, все дела. У меня была цель зарабатывать в районе 10 тысяч долларов в месяц в этом году начать, то есть, прийти хотя бы, знаешь, то есть, даже если бы это случилось в декабре, то есть, прийти к этой цели. В общем, я где-то почти месяц, наверное, потратил на стажировку, потому что у нас были там проблемы, потому что, когда ты в дороге, с тобой можешь учиться все, что угодно. На первом же трипе у нас сломался трак, мы потеряли дней 5 в горах где-то, короче. Вот. В общем, что я хочу сказать. Я как бы очень благодарен этой работе, с одной стороны. Но с другой стороны, я никому не посоветую и не пожелаю там работать. Потому что ты не видишь в жизни. Ты постоянно в дороге. Да, но помимо этого у тебя, не знаю, куча нервяков каких-то, ты постоянно нервничаешь. Может, ну, конечно, у кого-то это больше проявляется, у кого-то меньше. Кто-то больше, типа, с пофигизмом к этому относится, кто-то не так, он не может так, да? То есть, типа, я ответственный человек, поэтому я, ну, у меня должно быть все правильно, все хорошо. Вот. Короче, про деньги, к чему я сказал? К тому, что на этой работе плюс-минус я как бы вышел на эту сумму чуть меньше, чуть больше. Барируешь. Да. И я понял одно, что для меня важно то, чем я зарабатываю, а не сколько я зарабатываю. Потому что я абсолютно не кайфанул. Привет, у меня такая же сейчас проблема. Я абсолютно не кайфанул от того, что, типа, у меня появились деньги. Абсолютно. Вот просто... Ты не успеваешь их чувствовать, мне кажется. Не то, что чувствовать, ну, как бы это тоже, да. То есть, ты постоянно в рейсе, да. То есть, ну, я вот приезжал, я на самом деле приезжал достаточно часто. Ну, как получалось, то есть, там, мог две недели кататься, вернулся сюда, там, на пару дней, на один, на три, на четыре. То есть, в зависимости от того, как я хочу, как я чувствую, да. И да, и то есть, всегда у тебя, знаешь, как будто вот этот якорь. То есть, ты понимаешь, что стоит трак, который должен ехать. И ты должен ехать, чтобы заработать деньги. Короче, я начал работать где-то в мае. Сейчас у нас середина августа. Я перестал работать. Все, я ушел с трак. То есть, на данный момент я не работаю. И почему я благодарен этой работе? Потому что вот как раз то, о чем я говорю. Я приехал. Две недели прошло, я начал работать. Работай, 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 работай. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Ты работаешь, ты платишь, ты работаешь, ты платишь. Настолько, что, ну, спасибо Инстаграму, то, что я смотрю, что я много где побывал за это время. Потому что во всем этом ты реально забываешь. То есть, да, очень многие люди, вот у меня были знакомые, кто-то уехал. Два года они не были нигде. Не были нигде вообще. То есть, даже в Калифорнии. Тут столько мест. Я пришел к тому, что, во-первых, я ушел с работы. И, камон, если у меня есть мечта, то я должен идти к ней, правильно? И тем более, это не просто, что, типа, я хочу научиться играть на пианино. Я рисую с 2006 года. Я умею это делать. Мне просто надо привести, то есть, чтобы это все заработало здесь. И все. Систематизировать и понять, как выходить на доход еще. Понятное дело, что это, ну, может быть сложно. Или что-то еще. Но именно... Блин, ну это не сложнее, чем работать на мувинге. Ну да. И не видеть вообще, когда ты занимаешься граффити. Мувинг — это зона комфорта. Ты день изо дня знаешь, что, как минимум, что-то ты заработаешь, да? У тебя есть постоянная работа, какая бы она ни была там, непостоянная. Но просто надо отсеять этот страх. Ты просто должен собраться и понять, что пока ты не сделаешь первый шаг, ничего не произойдет. Ну да. Если ты действительно чего-то хочешь, ты должен идти к этому, правильно? Ну хорошо, как ты думаешь развиваться сейчас в граффити? Или вообще, как ты видишь свои дни без этой работы? Это оформление. Самое, то есть, простое. Кафе, рестораны. Да? Это вот самое простое, что можно сделать. Открывается новое заведение, им нужен дизайн. От просто логотипа или что-то написать, до рисунка масштабного целого дизайн-проекта или что-то там вроде. То есть, это именно самое основное, на чем ты можешь как бы делать неплохие весьма деньги. Потому что здесь ценник, конечно, совершенно другой. У меня, ну то есть, естественно, у меня было несколько здесь заказов, но они были не такие большие. Но опыт был, и он совершенно отличается от того опыта, который у меня был в России. То есть, чтобы понимали в России, то есть, я в основном зарабатывал этим. Но все равно я резюмирую, я хочу сказать, что вот эти работы, они могут дать тебе просто возможность здесь освоиться. И лучше, там, год, полтора, одну-два максимум работать, если у вас есть какой-то план другой совершенно. И не застревать. И лучше реально, там, вот эти два года собраться, покупать какую-то денежку, чтобы дать себе возможность пожить на эти деньги. И по чуть-чуть зарабатывать тем, чем действительно хочется это делать. Потому что очень сложно потом выползти оттуда. У тебя сжирается время, у тебя не хватает сил, и уже мотивация уходит зарабатывать своим делом. Вот я к чему, чтобы вот какой-то себе поставить потолок, и все, я работаю до вот этого, или снижаю по минимуму эти работы. Да, вообще, в принципе, во всем, мне кажется, надо ставиться и конкретные сроки, конкретные цели, чего вот я, к сожалению, в своей жизни практически никогда не делал. И я еще хочу, чтобы мы проговорили, что помимо мувинга, помимо траковых работ, здесь ребята часто застревают, работая на доставке, работая на Uber и такси, работая на траве. Нужно тоже проговорить, из-за того, что марихуана легальна, то есть и легальные, и нелегальные точки по выращиванию, и там постоянно требуются люди. И ребята тоже в этом застревают. Суть в том, что часто вы видите красивые картинки в Инстаграме, но вы не подозреваете, что ребята работают как раз, например, на таких работах. И опять-таки на той же марихуане ты можешь попасть в хорошее место, а можешь попасть в место, где тебя используют буквально, юзают, знаешь, что ты в безвыходной ситуации, что денег тебе больше зарабатывать, или боишься что-то искать, предлагают тебе меньшее деньги на много, при этом при большей часовой работе. И это физический труд. Это не просто ты сидишь, что-то делаешь ручками. Часто это и таскание деревьев, и еще какие-то вещи. И без солнечного света ты можешь просто в комнате это делать. И это часто бывает тяжело. Поэтому просто прежде, чем переезжать сюда, либо посмотрите в группах, чем ребята занимаются, просто поинтересуйтесь. Даже не задавайте такие вопросы, просто посмотрите, какие объявления. И поймите, что это та реальность. Понимаете, потому что, ну, как бы есть просто люди, которые сюда переезжают, и сразу что-то делают. Либо потому что у них есть большая сумма денег, либо у них есть знакомые, да, то есть, и так далее, и тому подобное. То есть, но в основном, вот, окей, мой случай личный, типа, быть готовым к тому, что там, если у тебя был якобы какой-то статус в твоем родном городе, да, то здесь он ничего не стоит. Это все обнуляется. Абсолютно. То есть, если ты реально готов к этому, ну, то есть, просто быть готовым ко всему. Ты будешь таскать коробки, что ты будешь, там, пересаживать цветы, деревья, там, не знаю, делать, о, клининг. Мы забыли про клининг, это же вообще ужас, это же такая тяжелая работа. Да. Это просто шесть. Серьезно. Даже официантами не так часто работают, да, как на вот этих всех перечисленных работах. Кстати, да. Интересно, мне очень мало знакомых, которые работают в ресторанах. Потому что тоже в ресторане я сама звонила в начале, и предлагали 10, 11, 12 в час, при этом при каком-то бешеном графике и нестабильном графике, там, 3 дня в неделю. И ты не можешь совмещать ничем другим, ну, тоже так себе. Ну, это опять же, типа, если парт-тайм работать на двух работах получается, ну, это тогда вообще жесть. Тогда резюмируем, мы можем сказать, что первое время, первые 2 года каждый иммигрант хотя бы раз работал на мувинге, на доставке, на траве, в такси. Очень редко, там, реже официантами, и часто еще ходят на audience, на шоу-хлопушки, но сейчас тоже нужны для этого документы. Раньше не нужны были, ты мог просто присесть. Да, я тоже первое время ходила, когда не нужны были документы, и там тоже зарабатывали 14-15 час, а ты просто сидел и хлопал там несколько часов на каких-то шоу. Сейчас тоже немножко это прикрыли, но получается 6, да, мы насчитали таких работ, и вы должны понимать, что так или иначе вы все равно с этим столкнетесь, даже если будет сильно отбираться. Чем раньше ты начнешь двигаться к тому, что ты реально хочешь, тем раньше у тебя что-то начнет получаться. Да. Потому что если бы я начал, да, делать что-то с самого начала, то, возможно, я бы сейчас так вот, ну, не начал бы это только сейчас, ну, я только сейчас буду начинать, 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 как бы, понимаешь? То есть, да, и у меня вот был вот за все это время только один человек, который, ну, уже здесь был, он тоже, то есть, русскоязычный, только один человек мне сказал, что, типа, блин, чувак, типа, начинай прямо сейчас, типа, не бойся, типа, ну, как бы, да, понятно дело, тебе нужно там работать и так далее и тому подобное, но, а только один человек мне сказал, типа, начинай сейчас, хотя бы чуть-почуть. Но это вот реально был просто страх, страх, потому что нет английского, ты не знаешь, как общаться. Я, в принципе, самое мое нелюбимое в этой работе, это договариваться с людьми. Это просто меня, типа, доводило до такой... Ну, ты уже 10 раз договоришься, на 11 тебе легче. Да, да, конечно, потому что, как бы, шаг за шагом ты двигаешься через все вот эти проблемы, через все, то есть, только так ты, как бы, приходишь. Сереж, я очень рада, что мы с тобой, наконец, проговорили, где здесь действительно работают ребята, поскольку часто они депонтивируют или дают ложную надежду своими инстаграм-историями и картинками. А я бы хотела все-таки все равно рассказывать правду и готовить, готовить ребят к тому, что их действительно здесь ждет. Поэтому подписывайтесь на этот прекрасный канал, ставьте лайки, чтобы это видео увидело как можно больше ребят, которые собираются переезжать в Америку. И так у меня будет больше мотивации откровенно отвечать на ваши вопросы. И главное, пишите эти вопросы в комментариях, я буду очень рада. Подписывайтесь на Сережин Инстаграм, на Сережин Ютуб канал. Там вы можете просто залипнуть и немножко отдохнуть от всего. И я надеюсь, что это видео было полезным для вас. Спасибо, что смотрели до конца и пока-пока!